Смотрите сегодня в программе. Anno 1701. Геймплей игры, в общем, очень похож на вышедшие не так давно стратегии CivCity, ROM и Cesar 4. Но масштабы развития куда более впечатляющие. Alien Shooter 2. Игра сделана настолько незатейливой, что сразу же подкупает своей простотой. Но, несмотря на это, сюжетная линия представляет собой не беспорядочный набор тупых заданий, а вполне себе осмысленные и связанные друг с другом события. Secret Files Tunguska. Игра интригует своим сюжетом и названием даже в те моменты, когда устаешь от решения бесконечных головоломок и хочется просто выйти из нее. Mage Knight Apocalypse. Игра представляет из себя чрезвычайно боевую РПГ по мотивам широко известной настольной ролевой игры с коллекционными фигурками. Привет всем геймерам страны. Меня зовут Борик. Как же я по вам соскучился за последнюю неделю. Это ФАК. Программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даем полезные советы. Есть один игровой жанр, в котором банальные и заезженные сюжеты встречаются крайне редко. Речь, разумеется, идет об адвенчурах. Они жить не могут без достойной интриги. И проект Secret Files Tunguska от молодой студии Fusion Sphere Systems – живое тому доказательство. Давайте мысленно перенесемся почти на сотню лет назад. 30 июня 1908 года в районе Подкаменной Тунгуски прогремел взрыв, в силу которого, по оценке экспертов, была эквивалентна 2000 хиросим. Над тайгою поднялось огромное грибовидное облако, а звук взрыва отчетливо слышали в нескольких сотнях километров от эпицентра. Внятного объяснения природы тунгусского феномена не дано и по сей день. В общем, есть где разгуляться фантазией. Действия Secret Files Tunguska разворачиваются уже в наши дни. Главная героиня игры – Нина Каленкова, молодая русская девушка, которая эмигрировала в Германию. А вот отец Нины остался жить в России, что не помешало ему периодически встречаться с дочкой. Но один не совсем прекрасный день получилось так, что папа не приехал. Почти сразу же после этого Нина получила загадочное письмо по электронной почте. Попытки обратиться в полицию только еще больше запутали ситуацию. Копы явно что-то знали, но неуклюже пытались скрыть информацию. Игра поступила в продажу 30 октября 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 800 МГц, 256 МБ оперативный и 128 видеопамяти. А также 2,5 ГБ на жестком диске. Secret Files Тунгуска интригует своим сюжетом и названием. Даже в те моменты, когда устаешь от решения бесконечных головоломок и хочется выйти из игры, все равно неразгаданная тайна и интерес берут вверх. Из особенностей игры можно отметить возможность избежать пиксель-хантинга. Просто отобразите на экране все активные области нажатием кнопки. Иногда вам дадут возможность управлять двумя главными персонажами, просто переключаясь между ними. Действительно интересно. За геймплей мы ставим 4 балла. Остановиться сложно и дойти до конца хочется, но очень многое делаюсь через не хочу. В качестве награды за ваши старания вы будете попадать в новые и все более красивые места. Именно графикой можно наслаждаться не меньше, чем самими разгадками тайны Метеорита. Все локации прорисованы качественно и со вкусом, цвета насыщенные, а видеоролики подкрепляют приятные впечатления от внешнего вида игры. За графику ставим 5 баллов. Достаточно сложно оценить озвучку игры. Музыки здесь практически нет, только в роликах. Все, что вы делаете, имеет свои звуки и никаких претензий нет. Даже наоборот, все в порядке, практически как в реальной жизни. Можно придраться только к качеству озвучания персонажей, но мы считаем, что ничего криминального здесь нет. Поэтому за озвучку ставим 5 баллов. Ничего лишнего или недоработанного. В общем, игру мы оцениваем на твердые 5 баллов. Вас ждет интересная история, новые квесты, приятный внешний вид игры и впечатляющие видеоролики. А в конце вы сможете порадоваться за Макса и посмотреть неудавшиеся дубли из игры. Попробуйте сыграть, и вам точно понравится. Создатели Тунгуски перелопатили не один десяток приключенческих игр и постарались не повторить традиционных для жанра ошибок. В игре нет утомительного пиксель-хантинга и квестов, которые проходятся методом тупого перебора содержимого инвентаря. И вообще игра выглядит очень интересной как с точки зрения графики, так и геймплея. Но есть в этой игре еще кое-что, о чем мы вам расскажем. Конечно же, мы ответим на ваши вопросы по прохождению, а их достаточно много. Постараемся ответить на наиболее частые вопросы. Первый. А какой пароль на компьютере папаша Нина? Записывайте. 2-3-4-2. Вы можете разгадать загадку или просто подобрать. За пару минут уложитесь. Следующий вопрос. А что делать с кошкой в доме Владимира? Отвечаем. Откройте ключами мотоцикл и достаньте оттуда телефон. Пока кошка ест, используйте липкую ленту на телефоне и прикрепите его к кошке. Посолите пиццу. Кошка убежит в дом с вашим телефоном, а в нем-то и есть диктофон. Следующий вопрос. Помогите включить кинопроектор в домике на болоте. Все вроде как сделал, только нужен фонарь. А где он? Отвечаем. Нужно потереть стекло тряпкой с бензином. Еще один вопрос. Я в поезде. Профессор и ассистент убежали. А что делать дальше-то? Отвечаем. Нужно взять две банки с листьями, высыпать из них листья, собрать их в одну банку и вернуть ее на стол ассистенту. Сейчас нас ждет продолжение адреналиновой аркады Align Shooter. Война с гуманоидами в виртуальном пространстве, видимо, не завершится никогда. Вам снова предстоит принять участие в истреблении орды крабообразных уродцев. Приготовьтесь к встрече с легионами монстров, которых необходимо истребить, используя арсенал самых фантастических средств убиения. Самодовольству человеческой расы нет границ и пределов. Люди посчитали себя всесильными и пришли туда, куда приходить им явно не следовало. Оградив себя мощными компьютерами и толстыми стальными дверями, они чувствовали себя в безопасности. Но судьба одарила их врагом, с которым прежде еще никому не доводилось встречаться. Второй Align Shooter сделал настолько незатейливо, что сразу же покупает своей простотой. Но несмотря на это, сюжетная линия представляет собой не беспорядочный набор тупых заданий, вроде «возьми пушку мощней и убей всех поскорей», а последовательность вполне себя смысленных и связанных друг с другом событий. Благодаря этому игра проходится действительно на одном дыхании. Кроме того, теперь наш герой может совершенствовать свои навыки. Причем это может быть как умение хорошо стрелять, так и способность быстро передвигаться. Игра локализована в России и издается компанией 1С. Рекомендуемые системные требования. Процессор с частотой 2,4 ГГц, 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске второй Align Shooter займет 2,5 ГБ. Геймплей Align Shooter не блещет разнообразием. Вам придется судорожно щелкать мышкой и носиться по коридорам. Радуют разве что скриптовые ролики. Возможно, кого-то заинтересует идея прокачки персонажа, хотя тут все тоже очень линейно и бесхитростно. Впрочем, чего еще ждать от экшена? И на том спасибо. Четверка за геймплей. Графика. Вот главный козырь Align Shooter. Вы будете буквально купаться в крови убитых монстров. Детализация уровней также на высоте. Даже несмотря на изометрию, разработчикам удалось создать эффект трехмерной картинки. Единственный недочет — сами персонажи. Вид у них, прямо скажем, доисторический. Но, в общем, картинка получилась великолепной. Пятерка за внешние данные. Грохот во время боя стоит невыносимый. Монстры извергают дикие крики. Оружие в руках героя буквально звенит, а бодрые голоса сотоварищей заставляют полностью погрузиться в игровой мир. Единственное, что может утомить игрока — однообразная музыка на фоне. Хотя, если не стоять на месте и заниматься исключительно истреблением врага, то никакого внимания на нее вы не обратите. Четверка за звуковое сопровождение. Подводя итоги, надо сказать, что Alien Shooter 2 — это по-настоящему добротный экшен. Море крови, коридоры, кишачьи всяким зверьем и огромный пулемет в руках. Что еще нужно, чтобы расслабиться и выплеснуть негатив? Второй Alien Shooter сегодня твердый хорошист. Не знаю, как вам, а мне очень приятно, что Alien Shooter из небольшой аркадной стрелялки, созданной исключительно для убиения времени, выросла в полноценный экшен-боевик, да еще и с элементами ролевой игры. Разработчики из Sigma Team подали отличный пример того, как делать качественные современные игры и не терять очарование старых добрых предшественников. Пройти второй Alien Shooter вы сможете буквально за один вечер, но некоторые подсказки мы вам все же дадим. Вопрос. Как справиться со скоплением ракетных и плазменных тяжелых монстров? Ничего не помогает, все пробовал. Отвечаем. Уничтожать их надо исключительно поодиночке. Заманите гада в укромное местечко и открывайте концентрированный огонь из лазерного минигана. Это заодно поможет сразу сбивать боеголовки ракетчика. Вопрос. Могите пройти миссию, где мне вместе с напарницей необходимо восстановить компьютерную сеть? Отвечаем. Кейт будет открывать сектора один за другим, а вам придется вести настоящую зачистку. Как только откроются двери, сразу бегите назад. Таким образом получится выманить часть монстров. Затем спрячетесь за угол и отстреливайте их по одному. Лучше всего в этом поможет дробовик, поскольку зверье будет буквально в метре от вас. Не бегите сразу вперед, иначе мутанты окружат вас со всех сторон и вырваться уже не получится. Смотрите во второй части программы. Anno 1701. Геймплей игры, в общем, очень похож на вышедшие не так давно стратегии ЦИПС, Сити, Ром и Цезарь 4. Но масштабы развития куда более впечатляющие. Мэйч Найт Апокалипс. Представляет из себя чрезвычайно боевую РПГ по мотивам широко известной настольной ролевой игры с коллекционными фигурками. Смотрите во второй части программы. Мэйч Найт Апокалипс. Апокалипс представляет из себя чрезвычайно боевую РПГ по мотивам широко известной настольной ролевой игры с коллекционными фигурками. Anno 1701. Геймплей игры, в общем, очень похож на вышедшие не так давно стратегии ЦИПС, Сити, Ром и Цезарь 4. Но масштабы развития куда более впечатляющие. И вновь силы зла строят свои подлые, гнусные и коварные планы по организации большого апокалипсиса на территории некого волшебного мира. Как и положено, с драконами, магией и прочими атрибутами игры претендующее название Диабло Киллера. Мэйч Найт редкий представитель жанра. Игра не просто эксплуатирует старую добрую игровую идею, но и старается добавить в неё действительно что-то новое. Смотрим. Итак, Мэйч Найт Апокалипсис представляет из себя чрезвычайно боевую РПГ по мотивам широко известной, но, увы, не у нас, настольной ролевой игры с коллекционными фигурками. Раз, запланированного пять. Гномы, эльфы, вампиры, неизбежные люди и один сравнительно уникальный персонаж. Драконоид. Гибрид человека и дракона. Представителя каждой народности можно подогнать под себя. Игрок должен выбрать предысторию, которая влияет на атрибуты, а потом настроить внешность. Герой отправляется исследовать полные опасности мир в одиночку, но по мере развития сюжета к нему будут присоединяться новые партицы. Всего четыре штуки по одному от каждой расы. Игра поступила в продажу 29 сентября 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 6,5 ГБ на жёстком диске, видеокарта класса GeForce 7600 или Redon X800 и 256 МБ видеопамяти. Что интересно, разработчики решили пойти по пути постоянной прокачки, когда персонажи получают умения не каждый уровень, а всё время по мере применения навыков. Кто больше машет мечом, тот машет им круче всех. С подобной системой прокачки сделать игру однопользовательской было бы непростительно. Разработчики подумали и решили, что главным мультиплеер-режимом для них станет кооператив. Когда каждый из пяти членов команды «Живой человек», приключения становятся гораздо ярче, красочнее и любопытнее. За геймплей ставим 3 балла. Слишком всё просто и однообразно. Напрягает искусственный интеллект союзников и большие проблемы с балансом. Есть претензии и графики. Первое впечатление может быть обманчивым. На самом деле текстура в игре низкого качества, движок слабый, персонажи плохо смоделированы и угловатые. Все эти недостатки скрываются яркими спецэффектами, но всё равно заметно. За графику ставим 4 с минусом. За звуком также не всё в порядке. Можно не придираться, но музыка ничего особенного не представляет. Персонажи озвучены скучно, а иногда даже странно. За озвучку ставим 4 балла. В общем, получилось среднего качества игрушка, в которую, в принципе, играть можно. Но наша сегодняшняя оценка 3 балла. Куда ни посмотри, везде есть недостатки. И в геймплее, и в графике, и в звуке, и в искусственном интеллекте. Всё, хватит. Надеемся, что в будущем все эти ошибки будут исправлены, и мы увидим совершенно новую игру. Разработчики не хотят ограничиваться одной игрой. И говорят, что Match Night Apocalypse — это не более, чем начало длинной и увлекательной серии игр. А так как сериалы в последнее время становятся чрезвычайно модными, впереди нас ждёт зубодробительный экшен и много чего интересного. То есть, ролевая игра, конечно. А точнее, и то, и другое. А ещё вас ждут ответы на ваши вопросы по прохождению этой игры. Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о системе повышения навыков игрока. Отвечаем. Как мы уже говорили, здесь используется нестандартная схема. Вы не будете самостоятельно распределять полученные очки опытом между способностями персонажа. Навык будет улучшаться сам в зависимости от его использования. Например, если во время боя вас часто бьют, тогда будет расти максимальный уровень здоровья и выносливость. Если уклоняетесь от ударов, растёт ловкость. Правда, не у всех персонажей одно и то же умение вызывает рост соответствующего навыка. Можно навести мышь на какой-нибудь навык, и тогда увидите, за счёт чего он был прокачан. Следующий вопрос. Подскажите, кого из героев лучше выбрать? Отвечаем. Проверено, что сложно играть в ближнем бою. В основном это связано с неудачным управлением камеры. Играть сложно, хотя реально. Например, за гнома. Просто постоянно прокачивайте навык ближнего боя. Есть ещё пара особенностей. Отсутствие штрафов за смерть. Поэтому можно не напрягаться с аккуратностью ведения боя. А экипировка настолько однообразная, что менять её практически не имеет смысла. Только в редких случаях. Даже уникальные вещи фиолетового цвета не всегда выглядят уникальными. В 2003 году свет увидел реально временную стратегию под необычным названием. 1503 The New World. У нас больше известную как Ано. В продолжении, судя по названию, действие будет происходить уже в 1701 году. Кстати, на родине, в Германии, игры этой серии затмили по популярности легендарных The Settlers. И уже давно перешагнули за рамки компьютерных стратегий, обзаведясь собственными настольными играми. Конечно, в нашей стране Ано пока не получило такой всенародной известности. Однако, среди любителей экономических стратегий с углублённым микроменеджментом, игры этой серии пользуются огромной популярностью. Встречайте, Ано 1701. Изначально студия Sunflowers Interactive планировала выпустить игру в продолжении серии Ано 3. Но за год до намеченной даты релиза разработчики всё же образумились и решили соблюсти традиции. В итоге, 1701 год послужил и названием, и временем, в котором вам предстоит построить свою империю. Что касается локализации, то компания новый диск ещё летом прошлого года подписала контракт Sunflowers Interactive о выпуске в России сразу трёх реально временных стратегий этой студии. Ано 1503, Far World и Ано 1701. Игра радует глаз и демонстрирует самые последние разработки в области графических движков. Правда, чтобы увидеть всю эту красоту на своём мониторе, вам потребуется процессор с частотой 2 ГГц, 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти. На жёстком диске Ано 1701 займёт 2,2 ГБ. Геймплей Ано, в общем, похож на вышедшие не так давно стратегии CifCity ROM и Cesar 4. Но масштабы развития куда более впечатляющие. Вам придётся внимательно следить за жизнью практически каждого поселенца. Вначале это не самое сложное занятие, поскольку весь ваш лагерь насчитывает не больше 3-4 домов. Спустя какое-то время вам предстоит управлять настоящим мегаполисом. Соответственно, и количество проблем, требующих решения, также вырастет на порядок. Такой разницы в геймплее между начальной стадией и стадией серьёзно развитого города вы больше нигде не увидите. По мере продвижения вперёд игра меняется кардинально. Такой геймплей просто не может наскучить. Твёрдая пятёрка. Рассказывать о графике «Анна» просто нет никакого смысла. Эту красоту надо просто видеть. Недаром бюджет разработчиков перевалил за 8 миллионов евро, что по меркам индустрии компьютерных игр рекордная сумма. Всё до мельчайших деталей проработано с удивительной точностью. В вашем городе никогда не будет двух одинаковых домов. Такое разнообразие даже заставляет забыть о том, что это компьютерная игра. В вашем распоряжении оказывается по-настоящему живой мир. 5 баллов за внешние данные. Звук «Анна» не отстаёт от остальных параметров. Вы можете слышать разговоры на улицах города. Плеск весел и рыбацкие лодки и пение птиц в лесу. Герои также озвучены очень профессионально и полностью погружают вас в атмосферу игры. Пятёрка за звук. Подводя итоги, хочется сказать, что у «Анна» есть все шансы стать лучшей эмпайр-билдинг стратегией этого года. Это настоящий шедевр игровой индустрии. С технической стороны «Анна» сделана настолько грамотно, что даже на минимальных системных требованиях игра демонстрирует отличную графику и отсутствие каких-либо необоснованных тормозов. Общая оценка игры — 5 баллов. Одним словом, если вторые «Сэтлерс» не оставили вас равнодушными, то прямой путь вам в магазин за «Анна-17-01». Стратегия удивит и порадует даже самых искушённых правителей. Тем более, что эпоха великих мореплавателей и первооткрывателей не так часто затрагивается разработчиками компьютерных игр. Оригинальные проекты в последнее время — вообще большая редкость. Одним словом, рекомендую всем фанатам умных и красивых игр. А теперь ваши вопросы, наши ответы. Вопрос. Есть ли какие-нибудь вообще способы экономить деньги в этой игре? Наш ответ. В самом начале вы можете не тратиться на постройку дорог между домами, которые стоят на соседних клетках. Они соединяются автоматически. Кроме того, необязательно соединять дорогой дома и городской центр, если они находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Вопрос. Ну никак не могу понять, «Сколько овечек ферм нужно на одну мастерскую, где шьют одежду?» Отвечаем. Чтобы полностью загрузить швейную мастерскую, необходимо построить две фермы. Кроме того, не поленитесь сразу построить две лесопилки. Это здорово ускорит ваше развитие на начальном этапе. Вопрос. «Я никак не могу построить шахту для добычи глины. Ну как быть?» Отвечаем. Для расширения границ застройки вам необходимо разместить на своей территории рынок. Он увеличит область, в которой могут находиться новые строения, и поможет в перемещении различных товаров по городу. Вопрос. «У меня два острова, но тростник растет только на одном из них. Каждый раз мне приходится вручную гонять корабль от одного острова к другому, чтобы обеспечить жителей тростником. Ну как быть в такой ситуации, а?» Отвечаем. Воспользуйтесь стратегической картой в нижнем левом углу экрана. С ее помощью вы сможете задать маршрут, по которому корабль сам будет плавать и доставлять необходимые ресурсы с одного острова на другой. К сожалению, на сегодня это все. Я буду скучать без вас. Задавайте мне ваши вопросы по прохождению на адрес faqsobaka.musdfistv.ru Я обязательно отвечу. И не забывайте про форум на нашем сайте mustv.ru Я и там общаюсь с вами. До скорого. Играйте, но не заигрывайтесь. С вами был Борик. Пока.